Всем привет, друзья! С вами Вадим Двак и Хаус. Давненько я не записывал видеоблогов подобных. И хочу сейчас с вами порассуждать на одну тему, такую, как... Сказал так, как сам не люблю, ну ладно. Глупые студенты. Сейчас очень часто это обсуждают. Так называемые глупые студенты. Министерство культуры там записало ролик, где спрашивали студентов, задавали им разные вопросы, и они вели себя довольно как-то неумно, скажем так. Ну то есть не отвечали практически на большинство вопросов, тема довольно хайповая. Потом там студентка одна из этих сказала, да я на все вопросы ответила на самом деле. И я вот очень много думал на эту тему, то есть действительно ли, должны ли люди знать вот ответы на все эти вопросы. Ну то есть, например, там каждый человек должен ли назвать, например, три произведения Пушкина. Много думал на этой ситуации, и когда вот у меня сформировалось мнение, решил с вами этим мнением поделиться. Мы сейчас в Черногории, здесь дождь, поэтому как-то гулять особо не хочется, и поэтому самое время порассуждать. Так вот, лично я считаю, что школьное образование в основном должно помочь человеку определиться, что и как ему дальше делать, чем ему заняться. Потому что если заняться сейчас можно чем угодно, по сути. Если в советское время там было не так много вариантов, например, да и не просто в советское время, а раньше, не так много вариантов, то сейчас ты можешь быть кем угодно. И по сути зарабатывать деньги практически на любой профессии, работая по любому направлению. Ну, то есть ты можешь быть видеоблогером, а можешь быть предпринимателем, можешь там, не знаю, работать на какую-нибудь инновационную компанию, ну и так далее. Вариантов очень много. Поэтому, можешь быть писателем, поэтом и так далее. Поэтому, соответственно, образование направлено на то, чтобы школьник попытался как-то определиться в жизни. То есть вот тебе химия, вот такая вот, вот тебе математика. При этом, лично я считаю, что текущая система образования, которая во многом похожа на советскую систему образования, она, ну, наверное, не такая уж прямо замудрённая и сложная. Все говорят, сложная система образования, напичкать побольше. Ну, я сам учился в школе, естественно, и я бы не сказал, что это пипец как сложно. То есть, что слишком много ненужных знаний. Я бы так на самом деле не сказал. Потому что, по сути, в школе ты копаешь немножечко в ту сторону, немножечко в ту сторону. Ну, то есть тебя учат там, этому. Ну, то есть на биологии ты проходишь основы, на математике ты проходишь опять-таки основы. Если кто-то поступил в универ на высшую математику, например, ну, то есть там какая-то прикладная математика и так далее, то я думаю, что он понял, что то, что проходили в школе по математике, это как бы совсем азы. И, ну, останавливаться на таблице умножения и говорить, что вот это азы, а больше мне не надо, ну, это как-то не совсем логично. Ну, то есть это самое начало какое-то, проходится сейчас в школе. И поэтому говорить, что это как-то все перегружено, мне кажется, неправильно. Поэтому мое мнение, что более-менее развитый человек, если он не совсем уж прям ленивый, будет шарить в каждом из предметов так более-менее, ну, и посмотрит, это мне интересно, это мне неинтересно. Благодаря этому определиться как-то в жизни, выберет профессию, по которой он будет, в которой он будет лучшим, ну, то есть, в которой он будет тащить. И она ему будет интересна, приносить деньги там и так далее. И это прям вот очень надо, мне кажется, потому что сейчас люди реально занимаются, ну, смотришь на человека, вот он реально не на своем месте. Его профессия связана с тем, что он должен общаться с людьми, при этом он пипец какой некоммуникабельный. И не он плохой, и не люди плохие, а просто он поленился в свое время вот как-то определиться с работой. Поэтому, с одной стороны, знания, которые даются в школе, они очень нужны. И вот если меня спросят, каждый ли человек должен знать вот эти вот вопросы, например, там, назвать трех русских композиторов, я считаю, на самом деле, что не каждый. То есть, человек может считаться нормальным, адекватным, умным человеком, интересным, не зная, например, не называя трех русских композиторов. Но если этот человек чем-то увлечен, чем-то интересуется, он лучше в своей сфере. Ну, например, очень хороший программист, такой мощный, за которого держится компания, который там буквально не сегодня, а завтра станет тимлидом, там уже будут руководить крупные проекты, он будет развиваться в этой сфере. Ну, не назовет он трех программистов. Ой, фу, трех программистов. Трех программистов он назовет. Не назовет он трех композиторов, не назовет он три произведения Пушкина. Ну, ничего от этого в жизни не поменяется. Но, с другой стороны, проблема-то в том, что таких людей очень мало. В основном у нас сейчас люди, как я говорю, не на своих местах. То есть, каждый сам не понимает, чем ему заниматься. Ну, то есть, одно дело, много таксистов, много официантов. Если рассматривать это как какие-то временные работы, то это, я считаю, нормально. Но если... Мы часто едем на такси в последнее время. Каждый таксист уверен, что это временная работа. Кто-то из них уверен в этом уже лет 10, например. Вот. Ну, то есть, если действительно временная работа, нормально. Но, то есть, если ты не нашел своего четкого места в жизни, это не проверено на 100% и так далее, то, мне кажется, надо продолжать всесторонне развиваться. Но если ты действительно прям очень крут в каком-то направлении, ну, не знаешь, и ладно. Ну, взять пример вымышленный персонаж, но все равно очень колоритный и популярный Шерлок Холмс. То есть, в оригинале у Конан Дойля он не знал вообще ничего о строении Солнечной системы, кто там вокруг чего вращается, что там куда там происходит и так далее. Ну, то есть, абсолютно он ничего не знал. И что, назвать Шерлока Холмса неэрудированным человеком, глупым человеком, ну, язык не подвернется. Вот это не помогало ему в расследованиях. А там какие-то особенности людей психологические, даже психологам не особо известные, помогало. Поэтому он это изучал. Хоть это и вымышленный персонаж, но, мне кажется, пример довольно интересный. А потом взять вот тех людей, которые обижают и оскорбляют этих бедных студентов, тот же блогер Соболев, например. Ну, то есть, реально жесткий косяк про вот временные, про того, кого свергли большевики, свергли царя, на самом деле, по мнению большевики. Ну, это такой косяк, что пипец. То есть, и я уверен, что это не оговорка. То есть, ну, извините меня, можно перепутать царя, я не знаю, Николая Второго с Николаем Первым. Просто цифру не так назвал, хотя между ними довольно относительно много времени прошло. Вот. Ну, а это реально такой жесткий косяк. То есть, ну, тоже человек не очень хорошо знает ответы на значительную часть из этих вопросов. Но пообвинять это, конечно, самое то. То есть, я считаю, что истина, как обычно, здесь посередине. Насчет того, что вот очень многие люди, я знаю, что у меня довольно много школьников среди аудитории, где-то 35%, и хочу в том числе на них повлиять. Многие школьники спрашивают, типа, а зачем мне то или иное учить? Я считаю, что все-таки школьная программа, опять-таки, не такая сложная, и она развивает мозг. То есть, если вы, ну, немножечко поднапряжетесь в школе, то это будет только вам на пользу. То есть, во-первых, это развивает мозг, во-вторых, помогает определиться. Насчет определиться, такой интересный у меня пример есть, очень необычный. Учаясь на старших курсах технического универа, у меня специальность была радиотехника, у нас был такой предмет, как философия. И, соответственно, мы, естественно, к этой философии относились очень философски. Ну, то есть, как-то так. Ну, что это за... Ну, так, играются, там, мы не гуманитарии, нам это неинтересно. И задали нам по философии эссе, связанное с научными вопросами, то есть, написать на любого ученого о жизни любого ученого, но при этом не копипаст. То есть, препод был такой у нас инновационный, он проверял на антиплагиате все это дело. То есть, написать о жизни какого-то ученого. Я выбрал Леонардо Эйлера, и действительно, я когда-то про него читал немножечко. Тут, ну, в том числе у меня в голове была фраза, которую говорили в 18 веке, что когда Эйлер умер, на самом деле он не умер, а просто перестал вычислять. Потому что, там, корабли, там, и множество различных других видов техники, если можно так сказать. Ну, то есть, много чего, очень много чего он создал, и поэтому это все вошло в жизнь людей прочно, и везде приложена его рука, поэтому... Ну, в общем, короче, любопытный такой персонаж был, и мне действительно было интересно написать это эссе. Я написал вот это вот эссе по философии, хотя, конечно, ну, так, относился к этому, естественно, с иронией. Но, тем не менее, написал его, и после этого мне стало интересно что-то там писать. Я написал довольно много статей в журнал после этого, то есть, ну, и несколько лет своей жизни посвятил написанию статей в журнал, там, потом новостями там немного занимался на сайтах, ну, и так далее. То есть, до этого я даже писал неграмотно к своему стыду, на диктантах получал там тройки-четверки, а тут вот немножечко поднапрягся в этом вопросе. То есть, я мог, ну, на пофиг сделать это сочинение. Но, опять-таки, много книг, которых не отсканировано, как текст, и они лежат в интернете. Ты сидишь, спечатываешь их или даже там просто копируешь текст, ну, и все. То есть, антиплагиатом это никак не проверишь. Ну, есть множество других способов там, это, понятное дело, тогда это только начинало развиваться. Ну, то есть, там, кучу запятых невидимых поставить там, ну, и так далее. То есть, ну, куча способов победить, на самом деле, этот антиплагиат. Ну, я поднапрягся, мне стало интересно, и потом это какое-то время занимало мою жизнь. То есть, по сути, не было бы этого непонятной философии, не было бы этого эссе, не было бы такого отрезка моей жизни. Потом, все-таки, я занялся предпринимательством, мне это более интересно, но, тем не менее, вот не занялся бы, писал бы сейчас статьи в журналы, там, в газеты и так далее. Тоже было бы интересно, хоть это никак не связано с моим образованием, но, тем не менее, вот такой вот бы я толчок получил. Поэтому, я считаю, что надо стараться где-то, что то там, то здесь нахватать каких-то знаний, не надо отказываться от каких-то знаний. Ну, типа, это мне в жизни точно не пригодится. В худшем случае, это какая-нибудь химия для человека, который вообще не шарит в химии, в худшем случае, это будет тренировкой мозга. Просто ты, ну, то есть, чаще всего, просто мозгу сложно воспринимать что-то такое. И, соответственно, если ты все-таки научишься это воспринимать, то тебе дальше будет только проще, на самом деле, потому что, ну, вот я сейчас как предприниматель занимаюсь, чем, что только я не делаю. То есть, какие-то навыки в фотошопе у меня были, они всегда в кассу там, ну, и так далее. То есть, все пригодится, можно сказать. Поэтому не лениться. Но, тем не менее, если все-таки кто-то там не может назвать каких-то там композиторов, то я считаю, что считать это деградацией там общества и так далее, наверное, не стоит. Другое дело, что вряд ли вот конкретно эти опрошенные уже определились, как-то нашли место свое в жизни, уже там зарабатывают какие-то серьезные деньги, у них есть планы там и так далее. Это конкретно к ним, конечно, не очень приятно. Но, тем не менее, скорее всего, это все-таки лень людей, а не какая-то система образования, потому что, ну, рядом сидят такие же люди, которые, по сути, во всем этом шарят. То есть, просто сейчас лень побеждает. Но это и понятно, потому что чем проще жить, тем сильнее побеждает лень. А то, что, ну, говоришь, что, типа, вот, человек не сможет даже поддержать разговор. Ну, вот, например, ехал я в поезде и довольно много общался с соседями по плацкарту еще давно, это было. Они обсуждали оперу, например. Ну, как бы, я вроде считаю себя довольно культурным человеком, но вот неинтересно, не опера. Ну, не смог я вообще поддержать этот разговор. Также, если кто-то заведет какой-нибудь углубленный разговор по литературе, например, по произведениям, там, какого-нибудь Пушкина, я могу назвать довольно много произведений Пушкина, но, тем не менее, я все равно не смогу прям, ну, если там я читал его в школе или там читал его там лет в 20, то в 35, там в 40, если тебе в душу прям не запало, ты вряд ли сможешь поддержать разговор на эту тему, в принципе. Поэтому я даже и не знаю, то есть требу... Ну, мне кажется, лучше очень хорошо разбираться в каком-то одном вопросе так, чтобы ты мог поддержать разговор там и так далее, чем очень поверхностно разбираться в двух других вопросах. Лично мое мнение такое. Ну, надеюсь, вам понравилось это видео, пишите в комментариях свое мнение по поводу всех этих вопросов, потому что ситуация неоднозначная и что точно не стоит делать, это ставить ярлыки там, тупой, не тупой, там и так далее. А, конечно же, истина, она всегда немножечко глубже, то есть немножечко надо подумать, не просто там эти тупые, образование виновата, вот-вот-вот. Ну, это как бы любой человек так сможет тупым назвать. Не надо быть умным, чтобы назвать кого-то глупым. Ладно, друзья, всем пока, жду ваших комментариев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok